21 января 2018 года Все мы знаем, что в Крыму творится хаос, что там нет не просто закона, там вообще нет нормальной жизни. Люди каким-то образом еще живут, доживают свой век. Но однако же там действует закон сатаны. Крым сегодня превратился в ад. В газете «Примечания» сегодня появилась статья «Иди умирать, бомжиха, мы спать хотим». Она сегодня появилась 21 января 2018 года. Итак, в Симферополе умерла беременная девушка. Беременная девушка умерла чуть ли практически не на улице, которую выставили в тапочках на зимнюю улицу из больницы «Симашка». Поводом для проявления жестокости к пациентке стало отсутствие полюса ОМС. Но так говорят, на самом деле и этого никто не знает. Юрист больницы говорит, что сам не понимает, как это произошло. Естественно, они теперь все будут без понятия, как это происходит. В случившемся виновата вся система оказания медицинской помощи. Беременную полночи гоняли по медучреждениям и в конце концов выгнали на мороз. Вот посмотрите на фотографию. Белая девочка, блондинка. А мы говорим о том, что русские вымирают сегодня. Итак, Татьяне Пименовой было 21 год. 21 год. Полгода назад девушка переехала к своему гражданскому мужу из Волгоградской области. И позже, когда она забеременела, к ней перебрались на зиму родители. На время родов к ней переприехали родители Наталья и Юрий. И вот мать здесь говорит, но здесь уже идут такие сентиментальности, что мать говорит, что мы узнали, что она беременна только в ноябре. И вот девушка просила побыть ее с собой. Знаете, бывает иногда такое вот интуитивное желание защиты от родителей. И вот эту защиту девушка и хотела получить от своих родителей. Эта интуиция сработала. Сработала интуиция опасности, которая ожидает ее в ближайшем будущем. Так работает интуиция. Так работает наше сознание. Там, внутри нас. И вот здесь пишется о том, что вечером 17 января девушка почувствовала недомогание. У нее поднялась небольшая температура. Так как в местную амбулаторию идти было уже поздно, беременной Тане вызвали скорую помощь. Приехавшие на вызов врачи сделали девушке укол и предложили госпитализацию в инфекционную больницу. А почему инфекционка-то? Беременная ведь. Таня отказалась из-за предубеждения, что инфекционка – источник заразы и осталась дома. И правильно сделала. К полуночи я стала хуже. Температура поднялась до 39 градусов. Семья снова вызвала скорую. Женщину забрали в больницу. Родные с ней не поехали. Но бедные же люди выживают на копейки. Нас заверили, что ее однозначно госпитализируют, положат в палату, рассказывает мать. Поэтому мы решили не сопровождать, а приехать первым автобусом. Но ведь, видите, люди еще думают старыми понятиями, как было раньше. Сегодня все изменилось. И в первую очередь в Крыму все изменилось. И нельзя верить тому, что тебе говорят. Решение стало роковым. Когда молодая беременная женщина столкнулась с бюрократическим равнодушием и оказалась на улице без денег, с севшим телефоном, ее просто некому было защитить. Но вот сначала Татьяну доставили в Луговскую ЦРБ, в которой относится село Донское. Там, где она, видимо, жила, село Донское. Там ее осмотрели и выдали направление в Симферопольскую больницу номер 7. В приемном покое седьмой больницы у женщины взяли анализы и поставили предварительный диагноз. Убитая горем мать не может даже пересказать журналистам, что было написано в этих направлениях. Вроде Орви под вопросом, лихорадку написали, что-то с почками тоже под вопросом, сказала она примечанием этой газете по телефону. Родственники так и не поняли, по какой причине Таня оказалась в приемном покое Симферопольской больницы имени Симашко. Она все время звонила мужу, сообщала о том, кто ее осматривает, какие анализы делают, куда везут, вспоминает Наташа. И Симашко звонила, жаловалась, что к ней вышел гинеколог и сказал, «Думаешь, я тебя тут буду ночью смотреть?» Потом ее стали выгонять, говорить, что в госпитализации она не нуждается и должна уйти домой. Она попросилась остаться до утра, жаловалась на температуру. Мы нашли телефон приемного покоя, позвонили, нам ответили, что мы гостиница, приезжайте и забирайте. В конце концов Татьяну в три часа ночи выставили за дверь со словами «Мы тоже люди, нам спать нужно». Беременная девушка оказалась на холоде. Сегодня январь. Она оказалась на холоде, в чем была? В тонких штанах, пуховике и шлепанцах. Телефон сел. Позвонить домой она не смогла. Таня провела на улице час, пока ее не заметила случайная прохожая. У нас что? Кто у нас вообще в госпиталях и в больницах работает? ССовцы? То есть это верх нечеловечности? Какие-то прохожие на улицах, они могут быть человечными. А вот эти вот в белых халатах, они уже абсолютно нечеловечны. И вот эта женщина, которая встретила ее на темной улице, это уже что было, три-четыре часа ночи, она увидела девушку с пакетами в пуховике и тапочках, вроде бы беременную. И подошла и спросила, вам плохо? Таня ответила, что ей нужно позвонить. А в это время муж Тани, Владислав, уже оделся и пошел пешком по трассе в Симферополь в надежде поймать машину. Но надо сказать, что село Донское, оно находится рядом, прямо в преддверии Симферополя, рядом. Но если идти от Донского и с окраин до этой самой больницы Симашка, то все-таки довольно-таки далеко. На автобусе будет близко доехать, потому что Донское, повторяю, оно перед, находится Симферополем. И вот этот Владислав, когда ему позвонила жена Татьяна, он попросил девушку, которая остановилась, помочь его жене, он попросил вызвать такси и отправить ее в Донское. А он подсядет в машину к ней на трассе. И так вот эта Таня, дочь, попала таки домой. И, значит, этой Тане в этой больнице Симашка все-таки делали какие-то уколы. Но она почему-то, вот когда уже попала домой, она об этом не сообщила. Она об этом сообщила той женщине, которая встретила ее на улице. А какие уколы ей делали? Где вообще бумаги об уколах какие ей сделали? От чего делали ей уколы? И домой, конечно, эта вот женщина, беременная Таня, вернулась, когда у нее температура поднялась 40 градусов. И родные так и не поняли причину в госпитализации, в отказе от госпитализации. Можно предполагать, что из-за отсутствия каких-то документов, но однако же, однако же беременная женщина, 3 часа ночи, какая улица? Как могут врачи выгнать на улице? Но подождите вы до первых петухов, до автобуса, когда за ней приедет муж, и не выгоняйте хотя бы ее на улицу. Однако же что? Я так полагаю, что они просто боялись, что она у них умрет. И поэтому ее выгнали на улицу. Ну вот она вернулась домой. Собственно говоря, полдня пробыла дома, и снова вызвали скорую помощь, и отвезли ее в перинатальный центр в Симферополь. Там ей сделали УЗИ, и сказали, что все в порядке, ребенок не собирается выходить, но ребенок умер. Вот умер от перехлаждения, от температуры, от чего угодно. Но ребенок умер, а может быть он умер и от уколов, которые сделали в больнице Симашко. И это тоже может быть. Понимаете, ведь нам же не сказали, и нет нигде указаний, какие уколы сделали. А потом, когда время уже прошло, и когда человек уже умер, то и уколы могут дать любую справку о том, какие они сделали уколы. Самые безобидные могут оказаться уколы. Но однако же человек умер. Сначала умер ребенок, а потом умерла и мать. Медики, которые в перинатальном центре уже, они предположили, что у девушки была пневмония, которая могла протекать бессимптомно. Там же мочевой пузырь. У нее моча не отходила, катетер ставили. А здесь пневмония, видите. Но и значительному ухудшению состояния могло поспособствовать переохлаждение, полученное накануне ночью. Вскрытие пройдет в понедельник, 22 января. Родственники, конечно, собираются похоронить ее на родине, в Волгоградской области. А это все-таки Россия. И Крым, Россия, вроде не чужие, похоронят ее в Волгоградской области и приедут назад добиваться справедливости. Какая в Крыму справедливость, знают все. Хорошо бы, если бы общественники подключились. А среди общественников есть немало юристов, которые бы подключились и помогли людям. Но бесплатно вряд ли кто-то будет работать из общественников. И это понятно, что всем сегодня нужны деньги. Страну довели до такого полуголодного состояния, что вот просто помочь уже некому. Понимаете, вот какую-то такую небольшую помощь, может быть, тебе и окажут. А помочь юрист бесплатно вряд ли сможет. Вряд ли вообще им кто-то поможет. Поэтому добиваться справедливости от кого? От кого? От бандитской власти в Крыму? Бесполезно. От судов, которые также находятся под бандитами? Тоже бесполезно. Прокуратура, которая сидит на крючке у бандитов за то, что берут земельку и домики на побережье. К кому обращаться в Крыму? Скажите. Следственный комитет. Да он весь сидит на игле у бандитов. Я имею в виду на прикормке. На земельках, на дачках, на домиках. Все купленные. Ведь вы понимаете, чтобы купить следственный комитет, бандитам много не надо. Там стоит только купить так, пару человек наверху, а остальные внизу будут рады и подачкам маленьким, в маленьких суммах. Тем более, когда начальство приказывает, они будут исполнять все. Но точно так же и МВД. К кому обращаться в Крыму? Я бы не советовала этим людям. Горе, конечно, горе. Никуда не денешься. Но добиться справедливости в Крыму и понять, почему умерла их дочь. Ну, конечно, если им кто-то согласится помочь, вдруг, по чечайне, звезда с неба упадет, и какой-то юрист из общественников согласится им помогать. Или вдруг они деньги найдут на адвоката. Ну, возможно, они что-то и добьются. Хотелось бы, очень хотелось бы вот таких справедливых решений. Однако же Крым... Крым вот такой вот. Выгнали беременную девушку. 21 год. Еще раз повторяю, было девушке, которую беременную посреди ночи, в 3 часа ночи выгнали на улицу. А ведь в это время и транспорт не ходит. И пойди попробуй ты, найди такси в Крыму в январе месяце, когда сезона нет. В 3 часа ночи не найдешь. Вот видите, какие ситуации. То есть врачи выгоняли. Они прекрасно понимали, куда они выгоняют беременную девушку. И что они ее в тапочках выгнали на мороз. Это какими же скотами надо быть, скажите. Чтобы выгнать ребенка, практически девушку молодую, выгнать на мороз в тапочках беременную. Вот она и переохладилась. Вот поэтому вдруг у нее и пневмонию уже другие врачи на следующий день нашли. Не скрытая пневмония, когда-то там заработанная. А вот она была заработана за эту самую ночь. И наступила смерть сначала ребенка, а потом этой девушке. Кто ответит? Кто ответит в Крыму за такое собачье отношение? Людей, друг к другу, врачей. Хочется верить, что, может быть, кто-то, кто-то побеспокоится и поможет этой семье. Ведь у нас же есть общественники. Почему бы им не подключиться, не помочь? И сделать такой показательный процесс над больницами Крыма. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан.